Спасибо. И последний вопрос. Очень моих депутатов волновал вопрос шахтерской птицефалки. Если есть какие-нибудь сведения, поэтому там куры химны. Там 20 тысяч куры химны. Вопрос не смешной. Там действительно... В общем, да. Это курица. В принципе, по определению, уральская. Первая заплата птицефабрики была массово уничтожать. После массового уничтожения первого корпуса, который рядом смотреть никто не мог уже, остальную кицу пытались выписать. Так как заключу вам, я не могу. Была полная амбиция. И уральской курицы, которые вынесли, что вынесли. Вам это не такая. Но они почему-то возвращаются. Место населения тоже уничтожало. Потом их вернулись. И некоторые авиаторсы фабриками находились в территории Углуба. Они у нас уже уничтожали уже в оккупированной территории. Так как перелетчики были. Давайте тоже смолите его ничтож. Поэтому курица приходит у себя на въезд. Что за такую это делать, я не знаю. Потому что, да, перераскрытие ЦК выломанной. Курица берегу по всему там Шахтерскому краю. В принципе, в принципе. Я так понимаю, что в селах, приближающих города Шахтерск и Шахтерске... Я тоже в линейке. Я тоже в линейке. Иван Иванович, приятно. Если депутаты согласятся на выходе, мы уже с вами работаем. Можно? А потом, да. Правда, он будет разбит за такая победная сменаль. Можете к этому контексту сказать, к этому закону, по мясу? По мясу. По пустальным смещению. Сейчас на вот общежитие. Здесь дети беженцы. Они просто и очарили, когда они ели мясо. По-моему, можно обратиться к тем же самым беженцам, чтобы они поехали и готовили для своих детей это мясо. Вы, к сожалению, не понимаете одну вещь. Вот РСЛ, он тоже вот эту курицу гонял там неоднократно. И это территория, которая периодически находится под обстрелом. Понимаете? Там еще идут пускай насильные, ажиточенные, но арт-залеты там происходят. Поэтому беженцам запускать гонящихся за эти курицы совсем уже это будет бредно. Тем более опасность есть такая, что противника они тоже гоняли. И вот этой почве у них было 2 тысячи ДРГ. Они не подняли, они шли в разведку за курицей, и те, и другие. Поэтому там возникают даже такие рукопашные схватки. Открыто буду говорить. Убойный клеток разнесет к чертям собачек. Массово курицу забить, как положено, по препаратистическому процессу, не получится. Единственное, старый, добрый, дедушки, способ бабушки. Гором голову курицы свернул, шею отрубил, кровь выпил, курицу общихал и спушил. Все, другого варианта есть. Нет, я не знаю, сколько там эти курии бегают. Но, видя табуны, которые вначале там носились, я подозреваю, что у меня его очень много. Ну, это сожалеет, наверное, намного меньше. Поэтому, ну, это тут образ сложный. Как с ней, что с ней поступать, вообще без понятия. Я бы предложил другой вариант. Я бы предложил фирме «Латун Украина» послать своих сотрудников с розовки, и на них, кстати, одинакиво, пускай не соберут уходы с ухлепки, и вы все к себе. Я думаю, это фабрика, которую, если вы еще умеете ее убить, и на них, кстати, выращиваете. Ну, так, кстати, вам решили, возможно, поднять, либо на доживую. Спасибо, я вам вопросов больше не задаю. Информация про Нью-Йорк. Спасибо.